Младший два, старше пять лет. Очень скучает по саду, по своим друзьям. Ирина Баева, мама двоих детей. Вот уже три месяца у их сада делают ремонт крыльца. Женщина рассказывает, на июне ребят распределили в другие сады, на июль попросили родителей взять отпуска. Планировалось, что сад откроется в августе, но ремонт затянулся. Дети Ирины пока ходят в частное учреждение. Это непредвиденные для меня расходы, соответственно, на которые я не рассчитывала в этот период. Я работаю сейчас, получается, почти бесплатно. Дело не в том, что нет места, куда пойдет ребенок. А дело в том, что мы хотим, чтобы открылся наш садик, чтобы дети ходили к своему воспитателю, со своими друзьями. Я не возила их далеко. Вот он, этот сад на Борисевича. Не похоже, чтобы здесь кипела работа. А при виде камеры рабочие и вовсе ретировались. В управлении образования пояснили, что здесь возникли сложности из-за конструктивных особенностей здания. Поэтому сроки пришлось сдвинуть. Планируется, что работы закончатся 10 сентября. В подобной ситуации оказались и родители, чьи дети посещают 59-й детский сад. Здесь территория вот уже несколько месяцев напоминает поле боя. Изначально планировалось, что садик откроет двери 1 сентября. Но, как видим, работы здесь еще много. В отличие от садика на Борисевича, тут много рабочих и техники. Но сколько времени потребуется, чтобы полностью восстановить территорию и само здание, непонятно. Пока новая дата окончания работы 10 сентября. Но и она предварительная. В самом саду объяснили, ремонт застопорился из-за затяжных дождей. А также заверили, что обо всех изменениях сообщают родителям. Однако далеко не в каждом родительском чате есть такая информация. Добрый день. Когда дети могут идти в сад? Дата пока открыта, идет ремонт. Хотя бы обозначьте сентябрь или октябрь. А разве не с 1 сентября? Сами еще не знают. Работы там еще много. И в садах, и в главном управлении образования просят родителей набраться терпения. При необходимости можно получить временное место в другом детском саду. А ремонт обязательно закончится, лишь бы погода снова не подвела. Анна Московских, Алексей Овсянников, Енисей. Новости.